Привет! Летняя игромания на связи. Кризис постепенно заканчивается, рекламный рынок оживает, да и новости интересные все не кончаются и не кончаются, поэтому на следующей неделе наша программа восстановит прежний график выхода со вторника по пятницу. Правда, только на неделю. Ну а как дальше, пока не знаем. Скорее всего, сможем делать как минимум три выпуска в неделю. Ну а сегодня у нас просто куча всего интересного. AMD рассказала о будущем видеокарт. Создатели стратегии Total War анонсировали шутер. Sony, возможно, делает портативную консоль, а в GTA 6, по слухам, появятся разрушаемые города. Об этом и многом другом сразу после заставки. Представь, ты закончил обучение перспективной профессии веб-дизайнера и уже можешь выбирать из работодателей. Ты работаешь удаленно на российскую или иностранную компанию, хорошо зарабатываешь и прокачиваешься на новых проектах. Звучит круто, не правда ли? Вот чтобы было именно так, нужно упорно работать и учиться у лучших. Поэтому сегодня расскажу тебе про школу АПРОК. Ее основатель и дизайн-директор Евгений Кузьмин 20 лет посвятил веб-дизайну и 11 лет развитию собственной студии. И вот уже больше трех лет передает все свои знания ученикам. В школе АПРОК учат веб-дизайну сайтов и мобильных приложений. Здесь же опытные дизайнеры могут повысить свою квалификацию. Причем учеников честно предупреждают, что будет сложно. Их ждет много правок. Ошибаться и снова пробовать разные варианты дизайна страниц – это норма на этапе обучения. Придется внимательно изучать задания, читать дополнительную литературу, пересматривать видео, плотно работать с кураторами и много раз анализировать свою работу. Но если твоя задача стать профессиональным дизайнером, поверь, это самый действенный метод. В отличие от других курсов АПРОК делает акцент на структурированность и последовательность подачи материала, а также на индивидуальную работу с кураторами. Онлайн-школа готовит к работе в российских и иностранных компаниях и знает, что им нужно. Она помогает ученикам создать портфолио на крупнейшей дизайнерской площадке Behance и устроится на первую работу. У других вся помощь на этом и заканчивается, однако АПРОК поддерживают связи после учебы, оказывая консультации по дальнейшему карьерному росту и развитию дизайнерских навыков. АПРОК – надежный проводник в мир дизайна сайтов и мобильных приложений. Переходи по ссылке под видео и выбирай курс, который подходит именно тебе. Компания AMD рассказала, чего ждать от следующего поколения видеокарт, которые анонсируют уже в ближайшие месяцы. Увы, новости грустные. Новые модели станут более горячими и начнут кушать больше электроэнергии. Причем в будущем ситуация будет становиться все хуже и хуже. При этом инженеры компании стараются как могут. Новая архитектура RDNA 3 на каждый ватт будет выдавать в полтора раза больше производительности. Но даже этого оказалось недостаточно. Чтобы не отстать от Nvidia, пришлось раскочегарить видеокарты на полную катушку. Также AMD подтвердила, что им пришлось начать использовать чиплеты. То есть, по сути, под одной крышкой будет работать несколько разных процессоров. Так что ждем от AMD очередного огнедышащего дракончика, который будет греть нас долгими зимними вечерами. В сети и появилась целая куча информации о GTA 6. Причем источник не анонимный вброс на каком-то там форуме, а целая статья на сайте. Для начала журналисты подтвердили прежние слухи о том, что главными героями станут брат и сестра, которых разлучили в детстве. Их родителей убил наркокартель. В итоге брат стал агентом управления по борьбе с наркотиками, а сестра – боевиком того самого картеля. Действие сюжета, похоже, развернется в Vice City, а еще внезапно в Карцер Сити. Это город из другой игры Rockstar – симулятор маньяка-убийцы Manhunt. Но игроки также побывают и во многих других местах. Инсайдер уверяет, что Rockstar хочет сделать реалистичный город с разрушаемыми зданиями, а также с искусственным интеллектом, который будет максимально точно имитировать городскую жизнь. Релиз запланирован на 2024 год. Ну а верить этой информации или нет – решать только тебе. Достаточно известный блогер опубликовал фотографию какой-то карманной консоли, на которой виден значок логотипа магазина Sony, и призвал всех ждать новостей. Что это значит, пока не ясно. Однако уже давно ходят слухи, что Sony делает конкуренты для Nintendo Switch. И поверить в это очень легко. После появления мощных гибридных процессоров от AMD, портативные консоли не делает разве что ленивый. Кстати, блогер хоть и не самый крупный, но в свое время именно он первым слил фотографию девкита PlayStation 5. Студия Creative Assembly известна не только по серии стратегий Total War, но и как создатель отличного ужастика Alien Isolation. И вот они решили попробовать себя в новом жанре. И анонсировали онлайновый шутер Highness. По сюжету, в будущем Земля стала непригодной для жизни. Богачи живут на Марсе, а бедняки ютятся на орбите Земли в огромной космической станции под названием Гниль. Нанятые богачами команды собирают на Земле ценные вещи, а игроки станут бандитами, которые грабят этих товарищей. А заодно и своих конкурентов, которые делают то же самое. Обещают динамичные бои, в том числе при нулевой гравитации между пятью командами по три человека в каждой. В общем, игра выглядит как духовный наследник Lowbreakers, который, напомню, с треском провалился. Ну а какая судьба ждет этот проект, узнаем в 2023 году. А теперь драма. Студия Bungie раскрыла преступление века. Недавно кто-то начал терроризировать блогеров, делавших видео по шутеру Destiny 2. Преступник притворился сотрудником Bungie и начал подавать жалобы, подставляя ни в чем не повинных людей под баны Ютуба. И вот, наконец, злодея нашли. Им оказался еще один блогер по имени Ник Минар. В том году студия выдала страйк его Ютуб-каналу. Товарищ обиделся и решил отомстить, начав делать то же самое со своими коллегами. Может быть, так он хотел привлечь внимание к проблеме, но в итоге привлек иск на 7,5 миллионов долларов за причиненный ущерб. Отрабатывать их придется очень долго. Стала известна дата релиза экшена A Plague Tale Requiem. Игра выйдет 18 октября, в том числе на сервисе Game Pass. Также появилось целых 10 минут геймплея, в которых видно, насколько все изменилось. Девочка Амиция превратилась в Арнольда Шварценеггера. Она без колебаний убивает врагов, причем с предельной жестокостью. А маленький мальчик Гуго стал настоящим монстром. Он научился видеть сквозь стены и управлять крысами даже вне поля своего зрения. Да и вообще, теперь это уже не инди-проект от неизвестно кого, а полноценный блокбастер и одна из самых ожидаемых игр года. Когда анонсировали Overwatch 2, злые фанаты шутили, что это больше походит на патч для первой части. И внезапно оказались правы. Студия Blizzard подтвердила, что Overwatch 2 полностью заменит собой оригинал. Всю валюту и косметику тоже перенесут. То есть релиз сиквела действительно будет напоминать установку самого обычного патча. На Кикстартере начался сбор денег на настольную игру по мотивам Cyberpunk 2077. В первый же день проект получил заказов на 240 тысяч долларов. Игра посвящена войне Бант Найт Сити, а за предзаказ в комплект добавят миниатюры персонажей. Творческий директор зомби-экшена Days Gone основал новую студию и анонсировал онлайновый шутер Ashfall. Это будет крупнобюджетная игра-сервис с полноценной сюжетной компанией про мир, пострадавший от глобального потепления. Но пока студия может показать только концепт арты. Тем временем российский магазин VK Play объявил программу поддержки разработчиков. Комиссию снизили с 30% до 5%, а также дали всем халявное продвижение на 350 тысяч долларов. А в магазине Epic Games снова халява. Там раздают стратегию по Игре Престолов, а также симулятор автомеханика под названием Симулятор Автомеханика 2018. И это все, что мы хотели тебе сегодня рассказать. Увидимся уже на следующей неделе и уже во вторник. А пока береги себя и свою психику и не пустых тебе выходных. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok